Тестур приглашает вас провести отпуск на великолепных склонах Австрии или покататься на Доломитовых Альпах Италии. Тестур. Вдохновение отдыхом. Руководитель кукольной мастерской при Рижском музее фарфора Элита Шмеденя училась на модельера, но гены одержали победу. Правда, в отличие от родителей художников по керамике, Элита лет 20 назад поняла, что ее призвание – это ремесло, известно еще с 18 века – создание авторских фарфоровых кукол. Весь минувший год под руководством Элита любой желающий в кукольной мастерской мог приобщиться к созданию почти живых красавиц с фарфоровыми головками, одетых в изящные наряды. На днях результаты кропотливого труда преподавательницы и восьми ее учеников стали экспонатами выставки в музее фарфора. Делается модель из пластелина, потом отливается гипсовая форма, потом в этой гипсовой форме льется порцелановая масса, и мы получаем примерно такой. Тогда обжигается первый раз, потом глазируется, обжигается второй раз на высокой температуре, тогда мы получаем вот такие составные вещи – ручки, ножки. Процесс создания одной куклы от А до Я занимает месяц, но характер у кукол появляется только в тот момент, когда художник начинает рисовать глаза. Есть в кукольном деле и другие тонкости. Раньше я больше делала женского пола куклы, но теперь я начала делать парочки, потому что если показывать парочку, тогда получается игра такая между собой, уже мимика, уже какое-то, ну, что-то между этими куклами происходит, и это просто интереснее. Выставку в музее фарфора можно посмотреть до 31 декабря, а 27 декабря в 13 и 17 часов актеры кукольного театра разыграют с экспонатами целый спектакль для детей. Вход на него бесплатный, но по предварительной записи. Волшебную атмосферу Рождества трудно представить не только без изящных кукол, которых многие дети хотят получить в подарок, но и без других любимцев малышей – плюшевых мишек. В галерее Art Figaro до конца февраля рижане могут любоваться целым медвежьим царством. В этом году Мишке Теде, очень популярному медведю по всему миру, исполняется 110 лет. И по всем странам и континентам прокатилась волна выставок, всевозможных мероприятий. Вот наша гильдия недавно поучаствовала в серии таких мероприятий в Таллине. И мы тоже решили не обходить стороной это радостное событие и отметить день рождения Мишки Теде. Поэтому приглашаем всех на день рождения к Мишке. Медведя на выставке продажи столько и таких разных, что каждый обязательно найдет здесь плюшевого друга себе по сердцу. Кому-то может приглянуться смешной Мишка-очкарик по имени Нобель, а кому-то кожаный медведь в стиле модерн, внешне, правда, больше напоминающий гориллу. Есть здесь медведи-рыцари, Мишка, являющаяся частью композиции Андерсон в 21 веке, милый медведик, улыбающийся со значка, созданного по эскизам эстонской художницы Вива Нор, медведь-брошка. Одним словом, лучших плюшевых дозей человека целое море. И это здорово, потому что декабрь как раз то время, когда можно и нужно делать подарки, в том числе и себе. Юлия Михайловская, Андрей Елисеев, Карина Эванс. Специально для Микс ТВ.